США планируют в ближайшие годы отправить своего астронавта на Марс. Известно даже его имя. Эту новость в ходе традиционного послания перед Конгрессом сообщил сам президент страны Барак Обама. Однако американцы сегодня больше волнуют не только космические, но и вполне земные проблемы. Послание главы государства посвящено вопросам экономики и улучшения благосостояния народа. Подробности в материале нашего Вашингтонского СОПКОРа. Для нынешнего хозяина Белого дома Барака Обамы это шестое на посту президента послание. В этот раз оно практически полностью касается вопросов обеспечения экономического роста в стране. При этом основной акцент нынешняя администрация делает на поддержке среднего класса американцев и намерена для этого провести налоговую реформу. Нам нужен действенный налоговый кодекс, который обеспечит стабильную поддержку экономике и народу и поможет Америке крепко стоять на ногах. Мы должны поддержать трудолюбивые семьи и помочь им зарабатывать больше. Потому что Америка всегда развивается только тогда, когда есть рост и конкурентоспособность. Обамы считают, что пришло время лишить богатые и крупные корпорации любой возможности уклоняться от уплаты пошлин. По словам президента, в стране есть даже такие компании, которые и вовсе не платят налоги. В частности, те, что накопили капитал за границей. Отныне они обязаны хранить эти деньги не за рубежом, а тратить на развитие американской экономики. Это будет значительным подспорьем для поддержки малого и среднего бизнеса и восстановления инфраструктуры. Хозяин Белого дома также попросил Конгресс повысить на 4,2% налоги для людей, годовой доход которых превышает 500 тысяч долларов США. Если эта инициатива будет реализована, тогда в ближайшие 10 лет в бюджет поступит дополнительно 320 миллиардов долларов. Это правильно. Для поддержки малобеспеченных слоев населения нужно повысить налоги для богатых. Чем простой народ будет платить налоги со своих небольших заработков, пусть богачи платят значительно большую часть огромных доходов. Богатые корпорации благодаря огромным деньгам побеждают на выборах и пробиваются в Конгресс. Затем начинают подыскивать возможности уклонения от уплаты налогов. Поэтому считаю, что президент принял очень правильное решение. По-моему, вместо увеличения налогов для богатых нужно сократить государственные расходы. Чем тратить деньги на ненужные проекты, бюджетные деньги нужно научиться расходовать эффективно. А представители республиканской партии пока еще относятся к предложениям Обамы скептически. Барак Обама до сих пор тянет с проектом закона о Кистане. Этот инфраструктурный проект, разработанный обеими партиями в течение нескольких лет, поддержали не только члены партии, но также и профсоюзы и преимущественное большинство американцев. Если он будет реализован, в стране откроются тысячи новых рабочих мест. И в экономику вольются миллиардные средства. Глава государства также говорил о том, что глобальное изменение климата является угрозой для национальной безопасности. Также США продолжат спонсировать противостояние экстремистской группировки «Исламское государство». И, похоже, возобновятся переговоры с Ираном по его ядерной программе. На все решения Конгресса об ужесточении санкций против Тегерана будет наложено вето, предупредил Барак Обама. Что касается Кубы, то, по словам президента, все преграды на пути нормализации отношений между двумя государствами будут отменены до конца года. Иван Тулинов, Жигер Сарсен, Анар Гариб, Вашингтон.